Православная школа «Образ», расположенная в Малаховке, отметила 30 лет со дня создания. В 1992 году учебное заведение, где совместили программу обычной школы и обучение основам православной веры, стало одним из первых учреждений такого типа в России. Юбилей – это и праздник, и рубеж, когда принято подводить итоги. Подробности мероприятия в материале нашего корреспондента. Домовой храм преподобного Сергия Радонежского – место, где развернулись основные праздничные события – божественная литургия и причастие. По традиции начали с самых маленьких – дошкольников и первоклассников. Ныне смиренно приносящие, как Господа Владыка и Благодетеля, славим, хвалим, поем и величаем. Провели литургию архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий и митрополит Екатеринбургский и Верхотургский Евгений. Оба знакомы со школой непонаслышки. Митрополит Евгений 20 лет назад здесь преподавал. Старался, конечно, готовиться к уроку, к каждой встрече с детьми таким образом, чтобы, знаете, как бывает, встречаются два камня и высекают искры. А бывает, что только крошатся и обсыпаются. Вот, конечно, старались, и меня этому учили, и педагоги, чтобы на каждом уроке высекалась искра. Учащиеся родители – выпускники, гости праздника. Но в центре внимания люди, которые стояли у истоков – супруги Алексея и Татьяна Смирновы, которые создали школу. Нам всем было меньше 30. Мы были педагогами. Нам хотелось строить новую Россию. Нам хотелось создавать новое образование, новые отношения к ребенку, к человеку. Хотелось человечности, глубины, честности, правдивости. Все это у нас получилось. Начинали с малого, вспоминает Татьяна Юрьевна. В первый год набрали 30 детей, на второй – 100. Сейчас школа образ – это 11 классов и детский сад. Число воспитанников – 250. Детки учатся не только, постигают науки общешкольные, но и учатся различному творчеству. То есть вот в этой школе совмещается все – и творческое начало в ребятах, и умственное постижение, и, конечно, воспитание, православное воспитание. По мнению руководства школы и педагогического коллектива, 30 лет – это прежде всего путь формирования традиций, постоянный поиск нового в образовании, применение передовых методов в обучении и исследовании. Главное было – не допустить закостенения. Татьяна Юрьевна, огромное вам за это спасибо. Вы делаете свое дело, очень важное, очень тихо и очень так по-православному. Поэтому низкий поклон вам, спасибо за вашу работу. И, конечно же, школе процветания, здоровья, терпения всем педагогам. Владимир Волков вручил педагогам и работникам школы благодарственные письма за многолетний добросовестный труд и успешную работу по воспитанию подрастающего поколения. С наградами приехали и представители Министерства образования Московской области. В этом году мы заключили договоры между школами-флагманами и школами православными. Надеясь, что наши школы-флагманы поделятся лучшими технологиями в обучении и методике, а школы православные внесут вот этот дух, вот эта божественность, которой так не хватает нашим обычным школам. Завершила торжественное мероприятие экскурсия. Гостей провели по школе и познакомили с шестью направлениями учебной программы, которые реализуют образовательные учреждения. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.